МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одежда для ведущей предоставлена бутиками Доната, торговый центр «Этажи» и «Вай-Вай», торговый центр «Аврора». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробловецкий траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море. Среди пропавших без вести один нижегородец. Обещали подарить отдых, а оставили ни с чем. Еще одни мошенники на туристическом рынке появились и в Нижнем Новгороде. Театральные метаморфозы здания Нижегородского драм-театра на один день превратится в кинотеатр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три человека, завоевавшие сердца поклонников по всему миру. Нижний Новгород посетила легендарная группа «30 Seconds to Mars». 1 апреля – самый лучший повод радовать окружающих. Расскажем, как нижегородский «Бэтмен» совершал добрые дела. Об этих и других событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. В эфире служба новостей «Город». Меня зовут Мария Зеленская. Здравствуйте. Итак, на борту затонувшего в Охотском море рыболовецкого траулера «Дальний Восток» был нижегородец Асланхан Рахимов. Сейчас он числится в списках без вести пропавших. Асланхан Рахимов – уроженец Дагестана, но живет в Нижегородской области. Известно, что он работал старшим мастером обработки рыб. Рыболовецкий траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море в четверг, 2 апреля в 5 часов утра по местному времени. К кораблекрушению произошло в 250 километров к югу от Магадана. Судно затонуло за 15 минут. Сигнал «СОС» не подавался. Всего на борту находились 132 человека. Большинство из них – россияне. Спастись смогла лишь половина команды. Число жертв растет. Их уже 56 человек. Неизвестна остается судьба 13 моряков. Их поиски будут продолжаться всю ночь. Причины кораблекрушения пока неизвестны. Версий несколько – от столкновения с Альдиной и до перегруза. Ну а теперь к другим темам. В столице Приволжья, похоже, вновь появилась недобросовестная туристическая компания. К нам в редакцию обратилась Нижегородка, которая попала в довольно сомнительную ситуацию. Выиграла в лотерею, отдала свои кровные и начала готовиться к отдыху. Но не тут-то было. С пострадавшей и так и не отдохнувшей Нижегородкой пообщалась Анастасия Шибашова. Собиралась отдохнуть в теплой стране, а вместо этого пишет заявление в полицию и прокуратуру. Сейчас девушка не хочет показывать лицо и называть свое имя. Опасается уже всего. В турфирме ей предложили поучаствовать в лотерее. Победа далась легко. Главный приз – отдых в Таиланде или Испании с 50% скидкой. Но чтобы воспользоваться таким уникальным предложением, было необходимо сегодня же заплатить 45 тысяч рублей. И начинать планировать отпуск в любое время, в любом отеле и при этом без дополнительных плат. Деньги девушка нашла быстро и сразу передала представителям турфирмы. Но на деле оказалось, что стала жертвой самого настоящего лохотрона. Выходим оттуда, приезжаем домой, открываем отзывы об этой фирме. Написано, что очень плохих лохотрон, мошенничество, разводят конкретно. То есть путевка встает не в 50, а в 3-4 раза дороже получается эта путевка. Когда Нижегородка поняла, что ее могут обмануть, она решила забрать свои деньги. Но в турфирме ей согласились вернуть только часть суммы. Остальные деньги пошли якобы на услуги. Но какие, девушка так и не поняла. Отель она еще не выбирала и путевку не бронировала. А эти средства, по сути, просто аванс за предстоящие путешествия. Написав жалобу, она в очередной раз отправилась в турфирму за справедливостью. Вы отказываетесь принимать претензии? У нас с вами нет договорных отношений, они закончены. То есть вы отказываетесь принимать претензии? У нас с вами нет договорных отношений. Но вы отказываетесь? По многочисленным отзывам в интернете скрылась еще одна интересная деталь. Те, кто все-таки решают воспользоваться услугами этой фирмы, по прилету сталкиваются с новыми денежными вопросами. 500 долларов туристы должны оставить в залог своего хорошего поведения. Если они ничего не сломают, то эти деньги им должны вернуть. При заезде, при заезде в отель оставляют 500 долларов. И в итоге придумываются всяческие причины, чтобы им не выплачивать эти 500 долларов. В итоге они не выплачиваются, люди, конечно, хотят домой уехать. В итоге уезжают и оставляют эти 500 долларов прямо в отеле. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть просто внимательнее. И прежде чем отправляться в турфирму, зайдите в интернет и почитайте отзывы. Порой здесь можно найти много чего интересного. Как не стать жертвами мошенников у нас в Нижнем Новгороде, в принципе, можно посоветовать. Первое, посмотреть на историю этого агентства. У каждого агентства должен быть свой сайт. Посмотреть, когда этот сайт был изготовлен, во-первых. Есть на всех сайтах раздел о компании. Я вот заметил, что во многих таких сомнительных сайтах в этом разделе не написано о компании. Также необходимо внимательно читать договор и записывать каждый свой шаг. Отдали документы на оформление, пусть взамен вам выдадут подтверждающую бумагу. У вас особые требования к номеру в отеле, пусть это тоже будет прописано в договоре. В любом случае, прежде чем расплачиваться, необходимо уточнять за что, в каком порядке. И желательно, конечно, с собой брать кого-то из знакомых, родственников. Каждое лето сотни тысяч рублей туристов оседает в чужих карманах. Будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников. Анастасия Шибашева, Александр Батраков, Служба новостей город. Ну а сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленницу. Сводка происшествий города и области далее. Один человек пострадал, два автомобиля оказались разбиты, и один из них вовсе сгорел. В результате аварии в Дзержинске дорогу не смогли поделить водители двух автомобилей «Лада» – «Гранта» и «Калины». От столкновения «Калины» вылетело на обочину и врезалось в столб уличного освещения. Удар был такой силы, что женщина-водитель «Калины» пострадала, а автомобиль вспыхнул. Пожарные оказались на месте происшествия через несколько минут, но этого времени вполне хватило, чтобы легковушка полностью сгорела. По предварительной версии, водитель «Гранты» при развороте не предоставил преимущества «Калине». Дорога оказалась слишком узкой для дальнобойщика. В Нижнемновгороде десятки автовладельцев стали свидетелями безуспешных попыток водителей фуры развернуться. Тельномир перегородил дорогу, и другим участникам движения оставалось только мысленно желать дальнобойщику успехов. В итоге на разворот ушло более 20 минут. За это время в обе стороны дороги образовалась небольшая пробка. Кражу в магазине одежды по горячим следам раскрыли сотрудники полиции Арзамаса. Стражам порядка поступило сообщение сотрудников магазина о краже на сумму более 15 тысяч рублей. Оперативники прибыли на место происшествия и по приметам задержали злоумышленницу, причем с поличным, прямо во время попытки совершения девушкой очередной кражи. Полицейские по приметам в этом же самом торговом центре задержали злоумышленницу. Эта женщина была задержана с поличным при попытке хищения товара на сумму около 7 тысяч рублей. В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела. Согласно российскому законодательству за совершение тайного хищения чужого имущества, женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Известно, что задержанной 25 лет и она уже была судима за аналогичное преступление. Нижегородцы смогут отблагодарить своего любимого врача премии. Началось голосование Нижегородской народной медицинской премии. В этом году ее будут вручать уже в третий раз. В четверг урны для голосования появились в областной клинической больнице имени Симашко. Всего же в медицинских учреждениях по городу и области будет установлено 110 урн. В этом году будут поощрять тех специалистов, которые участвуют в лечении заболеваний, влияющих на основные причины смертности населения региона. Это терапевты, кардиологи, хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи, педиатры, а также врачи скорой помощи. Голосование будет длиться до июня. Итоги премии будут подведены на торжественной церемонии, приуроченной ко дню медицинского работника. Данная премия призвана поднять престиж профессии врача. Это с одной стороны. С другой – показать, как их тяжелый труд оценивается всеми нами, пациентами. С другой стороны – также показать, или чтобы врачи, медицинские сестры осмыслили всю важность и значимость этой профессии. И смотрите во второй части нашего выпуска. Театральные метаморфозы. Здание Нижегородского драмтеатра на один день превратится в кинотеатр. Три человека, завоевавшие сердца поклонников по всему миру. Нижний Новгород посетила легендарная группа 30 Seconds to Mars. 1 апреля – самый лучший повод радовать окружающих. Расскажем, как нижегородский Бэтмен совершал добрые дела. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Первый городской канал продолжает собирать свой бессмертный полк. С каждым годом 9 мая на парад выходит все меньше и меньше фронтовиков. Ну а наша с вами задача – не забывать тех, благодаря кому сейчас мы живем под мирным небом. Мы призываем почтить память тех фронтовиков, кого сейчас уже нет в живых. С каждым годом желающих принять участие в шествии становится больше. К нам в редакцию ежедневно приносят десятки фотографий ветеранов – тружеников тыла, узников концлагерей, чьи внуки и правнуки хотят, чтобы память о них была вечной. Заявки на участие принимаются до 25 апреля. Свои фотографии можно принести к нам в редакцию на улицу Варварская, дом 32, вход со стороны улицы Академика Блохиной. Фотографии мы принимаем по будням с 9 до 17 часов. Качество и размер снимка значения не имеют. Фотографии можете присылать и к нам на почту, адрес которой указан сейчас на экране с пометкой «Бессмертный полк». Здание Нижегородского драмтеатра превратится в кинотеатр, но только на один день. Новости города короткой строкой далее. Вдительных таксистов, благодаря которым удалось поймать пропавших девочек, наградит руководство городской полиции. Напомню, 31 марта из санатория «Ройка» в Зеленом городе сбежали три девочки. Поиски бегляных закончились спустя 6 часов. Двух девочек уже в Нижнем Новгороде нашел таксист и задержал их до приезда полиции. Еще одну также нашли двое таксистов. Мотомама, мотопапа и мотодед присмотрят за нижегородскими автомобилистами, особенно за теми, кто управляет мотоциклами и скутерами. С открытием мотосезона в городе появятся баннеры с социальной рекламой о соблюдении правил дорожного движения. Флакаты взрослые байкеры будут напоминать, что они тоже чьи-то родители, которых ждут дома. Сдание Нижегородского драмтеатра превратится в кинотеатр, но только на один день. 9 мая с помощью проектора на фасаде театра покажут фильм Карена Шахназарова «Белый тигр». В основе военной картины – повесть или ибо и шоу о таксист или белый тигр. Сеанс начнется в 19.00. 5 апреля в Нижнем Новгороде пройдет конкурс молодых дизайнеров «Стартфэшн». Его проводят уже в пятый раз. На праздник моды, красоты и стиля съезжаются талантливые дизайнеры со всей России. Тема конкурсных коллекций сезона «Весна-лето-2015. Россия. Оттепель фэшн». Всех гостей по традиции ждут фэшн-показы коллекций и эксклюзивный шоурум от модельеров. Еще начало апреля в Нижнем Новгороде уже лето, Джаред Лето. Звездный актер и певец со своим коллективом «30 Seconds to Mars» посетил наш город с долгожданным концертом. Фанатов группы оказалось настолько много, что это стало причиной серьезных переживаний со стороны организаторов. Увидеть своих кумиров съехались желающие со всей страны. Алексей Распопин познакомился с преданными поклонниками и выяснил, как три человека смогли завоевать сердца сотен тысяч слушателей всего за несколько лет. Это не забастовка и не бунт. Так люди, собравшиеся у здания Нижегородской ярмарки еще утром, хотят заранее попасть на концертную площадку. И все ради одного – увидеть вживую любимую группу «Сети Seconds to Mars». На выступлении именитых музыкантов в Нижний Новгород съехались поклонники со всей России. Для многих из них встреча с знаменитым коллективом из Лос-Анджелеса – это нечто большее, чем просто мечта. Сначала из-за отмененного концерта в Саратове я думала, что, собственно, такой возможности не будет. Но в последний момент я решилась. И все равно на дорогу. Мы спали все. Вроде все прошло хорошо. И само ожидание концерта как-то вдохновляет. И все, перебиваются остальные эмоции негативные. Фанаты «Сети Seconds to Mars» из Саратова ехали в Нижний Новгород 12 часов. Но поклонников из других городов ничуть не меньше. Вряд ли кто-то мог предположить, что очередь за заветными билетами и браслетами будет расти так быстро. Толпа, которая с 6 часов утра собралась у этих ворот, растворилась только к часу дня. Организаторами были предприняты все меры предосторожности. Но настоящие поклонники американской группы, кажется, готовы вытерпеть любые испытания, лишь бы попасть на долгожданный концерт. Пройти все уровни охраны действительно непросто. Особенно, когда поведение преданных фанатам выходит из-под контроля. Как только был дан сигнал к началу запуска первых посетителей, процесс было уже не остановить. Кто хочет одну полоску делать, кто поперек, кто полностью глаза закрашивает. Ай! Ну, побежали! Не, шаг назад, давай, 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 давай! В один момент очередь превратилась в сплошную пробку из людей. Заложниками ситуации оказались и те, кто посещать концерт вряд ли планировал. А вы куда пройти-то хотите? Вы домой идете? Вы клиник много. Причиной такой любви к группе с замысловатым названием является близость к фанатам. Участники коллектива никогда не пользовались услугами охраны. А в рамках их творчества создан единый фан-клуб, который называется «Эшелон». Его участники в знак уважения к группе часто рисуют на коже общепринятые символы. Так можно выделить поклонников коллектива из толпы. Кстати, имя группе дал заголовок статьи одного гарвардского профессора. В его работе шла речь о прорыве в освоении космоса. После этого «Соти Секондс Ту Марс» решили сделать настоящий прорыв еще и в музыке. Инстаграм Джареда Лето пестрит записями с выступлений. На площадке невероятная давка, но все счастливы. Они видят своих идолов. Выступлением в Нижнем Новгороде американское трио завершает свой тур по 13 городам России. Сам же Джаред Лето решил закончить свое выступление в нашей стране весьма по-русски. Надпись «Здесь был Джаред», пусть и на английском, теперь украшает одну из нижегородских стен. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Алексей Распопин, Никита Лепехин, Тимур Халилов, служба новостей «Город». Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Бэтмен, пританцовывая, гулял по улицам Нижнего и, как полагается супергерою, совершал добрые дела. Уступал места в транспорте, развлекал детей, для которых он самый любимый персонаж. И даже помогал коммунальщикам чистить город от снега, вооружившись лопатой. На скрытую камеру Бэтмена снимали и наши коллеги из газеты «Про город». Так они решили разыграть нижегородцев на 1 апреля. В Нижнем Новгороде выступила группа «Помпея». Команды часто дают целые концертные туры по Европе. Поэтому хоть музыканты и российские, но читать о них можно чаще на зарубежных сайтах. И что делать водителям? То ли ехать, то ли стоять. На этот раз светофор, который светится сразу всеми цветами, сломался на Кудиновском шоссе. Хорошо, что вечером там движение неплотное. Очередная порция фотографий под общим названием «Короли парковки» появилась в сети. Автовладельцы продолжают парковаться на газоне, отвоевывать тротуары у пешеходов и перекрывать людям дорогу. Даже мини-парконы, которые теперь дежурят во дворах, не смущают автомобилистов. Они нашли выход и заклеивают часть номера бумагой. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской ОНН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – магазин спортивной одежды «Форвард». Последняя сессия. Остался последний экзамен. Вот это хорошо. И мы будем свободны. Ну я, например, сегодня доклад ответила на пятерку. У меня хорошее, что у меня аттестация по важным предметам. Я на учебе просто. И у меня аттестационная неделя идет. И вот все, что самое хорошее за этой неделю произошло. Вот хорошее событие, последние дни, которые у меня произошли. Это приглашение на работу, на место, где я проработал более 33 года. С просьбой прочитать лекцию о нашем великом земляке Алексея Максимовича Горького. То, что рабочий день завершился без эксцесса, с хорошим настроением. Вот и собираемся идти с подругой в кино. Не знаем, какой фильм. Пока не придумали. Ну а сейчас о погоде на завтра. Прогноз на пятницу приготовила Юлия Карабасова. По народному календарю 3 апреля, фомин день. Крестьяне меняли обувь с валенок на лапки с бресты. Старину примечали. Первый гром – признак наступающего тепла. А гроза 3 апреля, значит, год урожайный будет. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижнем Новгороде ожидается облачность с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 5 градусов. В ночные часы – плюс 2. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию. По телефону 217-0171. Я также напоминаю, что все новости выпуска вы сможете еще раз увидеть на нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. Спонсор службы новостей город – растущие парты Дэми. Для здорового роста и правильного развития. От детского сада и до университета. Растущие парты Дэми. Улица Шаляпина, 2А. Телефон 410-2404. Сайт 3wdemi.com52.ru Почувствуй вкус победы вместе с Форвард. Новая коллекция спортивной одежды Форвард во всех магазинах страны. Спортивная одежда Форвард – залог здоровья, успеха и стиля. Торгово-развлекательный центр «Фантастика» – второй этаж. Добавь женственности в деловой образ, чувственные ткани, деликатная фурнитура и модные оттенки этой весны. Эксклюзивная дизайнерская коллекция Светланы Зотовой ждет вас в бутиках «Доната» торговый центр «Этажи» и «Вайвай» торговый центр «Аврора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин